Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 26 ноября – день Иоанна Златоуста. Святой Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, его почитает как одного из трех вселенских святителей и учителей. Это Григорий Богослов и Василий Великий. Он получил хорошее образование, рано стал изучать священное писание, принял христианство, был отшельником в пустыне, где проводил время в молитве и размышлениях. Несколько лет Иоанн писал богословские книги, наиболее известные – «Книга о девстве» и «Книга о провидении», а также другие. В народе этот день еще называли Юрьев день. Сегодня все останавливается в росте, природа замирает, наступает зима. Как правило, в этот день всегда холодно и ветрено. С этого дня зима устанавливает свои порядки, поэтому надо было завершить все работы в полях и на огородах, чтобы земля отдыхала до весны. А постройки укрепить против ветра. В стародавние времена холопы – холопы – это подневольный рабочий люд – именно в этот Юрьев день могли официально перейти от одного хозяина к другому. Это правило существовало до тех пор, пока его не отменил Иван Грозный. Сегодня лепили пельмени. Считали, чем больше налепишь и съешь, тем более удачливым будет следующий год. Это время даже называли пельменной порой. Фарш делали не только из мяса, но и грибов, рыбы. Вся семья садилась за лепку пельменей. Их лепили много – на несколько обедов. Хранили пельмени во дворе, поскольку погода в это время была морозной. Утром обязательно отправлялись в церковь и молились Иоанну Златоусту. Народ верил в божество мороз. Представляли его в виде старика высокого роста с длинной бородой. Все, до чего дотрагивается мороз, моментально замерзало, превращалось в лед. Приметы. Если сегодня дождь идет и в предыдущие дни шел – это к богатому рожаю. Если сегодня порывистый ветер, который затихает только к вечеру – это к оттепели. Звезды Млечного Пути ярко блестят к морозам. Если днем началась снежная буря, то ночью будет мороз. Снег падает крупными хлопьями – наступит легкий мороз. Если сегодня отправиться в дорогу, то дело будет удачным. Сегодня можно лечить нарушение речи у детей. Удача посетить сегодня всех, чье имя начинается на букву И. На леске. Открывайте. Находится клетчатка, которая при чайпите у нас. А что вы не забыли? За здоровье. Разбухает. Все эти волокна тоненькие впитывают в себя различные шлаки, микробы там. И улучшает перистальтику. Обилие пищи без волокон. Особенно чайпитки у нас с различными сушками. Способствует тому, что у нас вообще останавливается кишечник. Особенно толстый. Возникают там запоры, неприятные ощущения. А тут уже приношает человека к отлично заболеваниям. Это вы имеете ввиду там пирожные, десерты, всевозможные конфеты, да, то, что мы с чаем пьем. Торт. Все то же самое, да. Все это обезвоживает организм. А вот посмотрите другой у нас продукт имеется. Николай, попробуй его. А это хурма, сухая хурма. И смотрите, она высохла, и сахар выступил. Но покрытие сахаром просто. Вот. Но своим внутренним сахаром. Своим внутренним тот, который наш организм усваивает. Плюс здесь опять-таки содержится клетчатка, различные пигменты. Косточки, конечно, мы выбросим. Смотрите, какая мякоть. Ну вот она как, как буквально-таки варенье. Десерт, да? Да. Опять-таки съедаем. Вот многие жалуются, что трудности у них с опорожнением кишечника. И недельку поедите, и все у вас наладится. Вместо пирожных, друзья, вы должны обратить внимание. Более того. Вместо сахара, пирожных, зефиров, конфет. Вместо сахара лежат такие сахара, которые питают сердце. И сразу же спортсменам совет. Если вы хотите иметь здоровое сердце, пейте чай. Травяной, лучше всего с полевого хвоща, с саванчая, с китрия. Кстати, можно действительно еще доливать и пить. Его можно раза два смело заварять. И ешьте к курму. Сердце у вас будет здоровое. Сосуды чистые. Кришечник работает великолепно. А вы скажите, как по цене получается покупать суперфрукты вот такие? Или конфеты, торт. В принципе, оно то же самое, да? Я думаю, что то же самое. Я вот как раз зашел там купил. И я в основном действую так. Чашечка такая, как вот у тебя чая. И одну... Один хлор. Хорму, плод хормы я съедаю. Все сладко и хорошо. И великолепно нас чувствует. А понимаете, если сладко слишком много, я вам уже рассказал. Это дорога к сахарному диабету. Почему так широко у нас распространен? Но у нас постоянно мы сами себя пичкаем сладкими продуктами. Вот она природная шпада. Я уже знал, что вы придете в гости. Я уже купил пастила, конфеты, пряники. В общем, ну как бы... Пастила, конфеты, пряники. Вот все, что было перечислено. Можно так сказать. Да, вкусно, хорошо. Но... А полезно ли? Да, надо было в другой отдел зайти. И таким образом получается, что чаи, которые мы с вами пьем, они позволяют нам не просто получать какие-то вкусные, приятные вещи, но и полезные благодаря вот этому... Но это самое главное, конечно. ...травяным чаям мы с вами ведем прекрасную профилактику от простудных заболеваний, от заболеваний ротовой полости, от желудочно-кишечных заболеваний, чтобы у нас не было никаких там запоров. Продляем жизнь и даже внешне выглядим намного лучше. Вот что делает чаи. Так, кстати, я хотел вам сделать комплимент, Геннадий Шуевич. Вы в последнее время, ну-то я скажу так, не скажу похудели, а заметно постройнели. 29-й лунные сутки. Энергетика этих суток крайне неблагоприятна, поэтому ее ассоциируют с чудовищем морских глубин – осьминогом. И все это происходит потому, что волнение океанических вод и жидкость организма влияют на наши психологические и жизненные процессы, внося в них разлад. Чтобы противостоять этому и помочь организму пережить эти сутки, рекомендуется соблюдать во всем ограничения, физическое нагрузки, питание, воздержаться даже от интимной близости. Это же касается и общения с людьми. Сторонитесь всех, кому вы чувствуете антипатию и недоверие. Подсознание подсказывает нам, что это не наши люди. Так, зачем с ними общаться? Сегодня подводите итоги, как вы прожили этот лунный месяц. Тридцатые лунные сутки. Эти лунные сутки бывают не в каждом лунном месяце. Их значение аналогично 29-й лунным суткам. Ничего нового не начинайте, а заканчивайте и подводите итоги прошедшего лунного месяца. Важно отдать долги, чтобы в новый месяц вступить ничем не обремененным. Питание сегодня должно быть легким, но плотным. Голодать не надо. Если имеется склонность к отекам, сократите количество выпиваемой жидкости и соленой пищи. Физическое нагрузки ограничились утренней зарядкой и пешеходной прогулкой. Сейчас не время тратить энергию. Хорошо сегодня почистить жилище с помощью благовония и святой воды. Первые лунные сутки. Первые лунные сутки, подобно светильнику в ночи, указывают путь. Маленький жизненный цикл, которым руководит Луна, начался. И вместе с его началом смело стройте свои планы, мечтайте. Энергетика лунного цикла поможет вам в их воплощении. Так как в это время активна голова, то не следует задурманивать ее алкоголем. Также воздержитесь от специй. Они излишне перестимулируют и этим нанесут вред. Вообще еще продолжаются высокие приливы, оказывающие повышенную нагрузку на организм. Поэтому это время проведите спокойно и умеренно во все. Что касается очистительных процедур, то можно промывать лобные и каймеровые пазуки. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!